Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Деньги или жизнь? Кто требует выкуп за похищенного иностранца? Призрачные наделы. Кому достаются земли участников АТО и какой ответ готовят воины для местных властей? Аттракцион отчаянной щедрости. Почему израильские фермеры раздают овощи даром? Кулачный метод. В Киевской области избили семью Юлии Клименко, замминистра экономразвития, недавно назначенную руководителем комиссии по присвоению категории гостиницам. Об этом она сама написала в фейсбуке. Инцидент произошел в пятницу на парковке одного из отелей Переяслова-Хмельницкого. Обидчиком, по ее словам, стал владелец гостиницы. Недопонимание якобы возникло из-за того, что автомобиль чиновницы замешкался на стоянке. Юлия Клименко утверждает, что хозяин гостиницы набросился сначала на ее сына, потом на мужа, после чего досталась и ей самой. Замминистра пишет, что у нее повреждена рука, у мужа нос, а у сына ушиб плеча и головы. По словам чиновницы, его били прямо о бетонный бордюр. Полиция открыла уголовное производство. Связаться с Юлией Клименко нам не удалось, но вот что рассказал владелец отеля и правоохранители. В их машину загородила парковку, поперек стояла. Вместо того, чтобы за молодой человек отъехать, показывай мне факт. Ну, мужики-то еще более-менее нормально, она как ненормально кинулась. Я замминистра, я вас всех пересажу тут. У вас тут все незаконно. В ее никто не бил. Вона кидалась на всех. Конфликт продолжал до того момента, пока не приехали работники полиции. Сталася между ними невелика бийка, в результате которой за министра отримала телесные ушкоджения. Сейчас уже внесено в единый рейс досудовых расследований криминальное проведение за статтею 125 Криминального кодекса Украины. Это легкие телесные ушкоджения. Мы будем еще разъясовывать суть конфликта. Министр инфраструктуры Владимир Абелян призвал главу МВД разобраться в этой ситуации. Но мы, конечно же, тоже будем следить за ходом расследования. Деньги или жизнь? В Киеве похитили гражданина Франции и требуют за него выкуп. Об этом накануне вечером сообщила в столичную полицию жена пострадавшего. Открыты два уголовных производства. Похищение человека и вымогательство. Сегодня в Подольском районе задержали подозрительный автомобиль и двух мужчин. Сейчас их допрашивают. Иностранец до сих пор не найден. О том, кто он, чем занимался в Украине, какую сумму требуют вымогающие, в полиции не сообщают. С ним связок убирался близко 22-го в день вечера напередодня, когда он пошел на встречу. Через немного времени к ней пришел с чиновником знакомый и сказал, что он тоже получил сообщение от неизвестного. Если они хотят видеть человека, то должны собирать деньги. В Николаеве пьяный солдат на военном тягаче врезался в частную жилую постройку. Инцидент произошел в 6 утра. Сегодня тягач для бронемашин «Урал» протаранил ограду и снес летнюю кухню. Грузовик проехал буквально в 10 сантиметрах от стены дома, в котором на тот момент находились пожилая женщина и ее дочь. Они спали. За рулем был десантник 79-й бригады. В салоне двое гражданских. Как выяснилось, военный в эту ночь дежурил на полигоне рядом с городом. Вместе со своими собутыльниками он угнал тягач и отправился в магазин за новой порцией спиртного. Патрульные полицейские проверили водителя. Алкоголь в крови зашкаливал 1,6 промилле. Военное командование эту ситуацию пока не комментирует. Говорят, что будут разбираться. Но хозяевам дома пообещали все восстановить своими силами, силами бригады. И уже сегодня начали разбирать завалы. Вот у нас развалина все. Пожалуйста. Кухня, двор, ворот уже не существует. Машину эту они угнали наглым образом. У них даже не было номеров, когда мы утром хотели рассмотреть. Они гоняли по балке, потом выехали вот сюда на улицу. Вот они отрикошетили, получается, от камня. Их от камня занесло сюда к нам во двор. И там же в Николаеве поймали налетчиков, которые два месяца назад ограбили ювелирный магазин. Двое оказались сотрудниками полиции охраны, бывшей службы госохраны и один из них гражданский. В свой выходной полицейские решили ограбить магазин, который по долгу службы должны были охранять. Налет был тщательно спланирован. Длилось это все около минуты, поэтому дежурный наряд охраны не успел прибыть на место происшествия. Зломышленников задержали, когда они решили сбыть украденное. Грабители собирались продать золото в соседней области. Часть украшений они подарили своим близким. Во время обыска у них нашли оружие, которое использовали при этом налете. При этом теперь всем грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. И свежая порция откровения от одиозного борца с нарко-преступностью Ильи Кивы. Накануне в интервью пятому каналу он заявил о своих карьерных амбициях. И это, цитирую, минимум кресла премьер-министра лет эдак через 10. Также Кива прокомментировал слуги о том, что ему якобы покровительствует министр внутренних дел Асенаваков. Я процитирую его ответ. «Нет, конечно, если бы не было его, то меня бы давно уже стерли. Когда будет за что, он сам меня сотрет». И в еще одном интервью 112-му канала наркобоец признался, что употреблял марихуану. А на вопрос, готов ли он наконец пройти переаттестацию, ответил, если будет поставлена такая задача. Также бывший комбат Полтавщины поведал, как боролся с алкоголизмом в своем батальоне в 2014 году. Физическая расправа за тотальный алкоголизм, да. Я их пристегивал к столбам на дороге. Когда они были бухи, я их пристегивал к наручниками. И они у меня стояли по двое суток. Для того, чтобы протрезветь, я еще их фотографировал и отсылал их родным. Илья Киева не применил сообщить о том, что с руководителем национальной полиции, Хатей Деканаидзе, которая две недели назад подала документы на его увольнение, он не общается даже по служебным вопросам. Последняя капля. В Ивано-Франковске участники АТО заявляют, что больше ждать не намерены, будут действовать. Почему бойцы не могут получить ни метра положенной им земли, и куда уплывают заветные наделы, выясняли наши корреспонденты. Александр служит в 128-й отдельной горнопехотной бригаде в зоне АТО больше года. Сначала Станица Луганская, сейчас под Авдеевкой. На днях приехал в отпуск. В прошлый подал в мэрию заявление на получение земельного участка. Мечтает построить дом. Опасается, что пока он на Донбассе, семья, жена и двое сынишек в любой момент могут оказаться на улице. В 2005-м Александр взял в кредит квартиру. Погасить на данный момент его не является возможным. Никто же не отменял, не заборонил участникам АТО забирать квартиры. Было принято решение, что мы возьмем землю, и, может, там, год-два постараемся побудоваться, может, что-то родители поможут, там, друзья. Вот только заявление Александра затерялось среди чиновничьих бумаг. Ответа нет. Сейчас в Горсовете почти 800 заявлений на выделение земли, еще 300 на получение жилья. Некоторые бойцы ждут почти два года. Проблемы, там, особенно земли, выделение квартир пораненным инвалидам АТО и ПИЛЬХ, и других таких, которые были обещаны урядом и городской властью, абсолютно не выполняются. Фактически на сегодняшний день не выдано ни одной земельной отделки. Никакого содействия и в реабилитации вернувшихся с Донбасса ребят. Помогают только волонтеры. Бойцы говорят, терпеливо ждали, пока для них найдут положенные несколько соток. Пока не узнали, что на последней сессии депутаты отдали полтора гектара земли в центре города строительной фирме. Мэр поясняет, землю в центре никому не выделяли. Фирма просто выкупила там некоторые помещения. И с обвинениями в бездействии не согласен. Бойцы больше ждать не намерены. Говорят, в ближайшее время перейдут к решительным действиям. План уже утвердили на всеобщем собрании. Вот только к чему готовятся чиновникам, пока не раскрывают. Анна Каменева, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковская. Пока бойцы борются за свои права на гражданки, боевики стягивают в зону АТО запрещенное вооружение. Речь о Зайцеве, Горловке, Стаханове, Ясиноватой и Донецке. Главное разведывательное управление уже сообщило об этом миссии ОБСЕ. И пока на передовой действует строгий запрет на открытие огня, наши военные побеждают врага другими способами. Какими, расскажет наш военный корреспондент Ирина Баглай. Гимн Украины на линии огня звучит по-особенному, говорят десантники. С ним они встречают рассвет нового дня. Усилители привезли на нулевую позицию, чтобы и противник слышал. Это украинская земля. Мы же десантники. А как они воюют? Мы лучше. Если мы улучшаем свои позиции, видим победу, видим, мы о них уже знаем очень даже много. И ключик у нас к их обороне уже есть. У боевиков сдают нервы, говорят десантники. Их музыкальные послания для врага хуже автоматной очереди. Особенно не по душе песни из мультфильма про мамонтенка. Военных удивляет такая реакция. Они показывают свежие хвостовики мин. Такой снаряд разорвался над головой Василия. Осколок лишь слегка зацепил его. Теперь это талисман. Пока у военных строгий запрет на стрельбу. Боевики открыто укрепляются. Не скрывают и технику, которую стянули к есиноватой. Стоят в промзоне десантники вплотную к окопам боевиков. Иногда слышат их характерный русский говор и кавказский акцент. Тут рядом. 30 метров буквально. Даже чуть-чуть, как они балакают между собой. Недавно поспорили за машиной, за какой-то. Между собой перестилку влаштували. На днях для усиления наемников на Донбасс перебросили подразделение 46-й отдельной бригады оперативного назначения. Большинство в нем чеченцы, сообщают в Главном управлении разведки Украины. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Удар на опережение в Мариуполе. Служба безопасности предупредила диверсию, которую террористы планировали к годовщине захвата боевиками админздания горотдела полиции. Правоохранители нашли тайник на замороженной стройплощадке. Изъяли 80 килограммов пороха, 600 граммов тротила, 2 электродетонатора, 9 гранатометов, 16 гранат с запалами и почти 2500 патронов различных калибров. По данным СБУ, содержимое хранилища предназначалось для организации террористических актов. Огневую точку времен Второй мировой своими силами восстановили активисты в селе Чайки под Киевом. На открытие от реставрированного сооружения пригласили ветеранов. Что теперь планируют разместить в бетонном доте, знает Ярослав Кречко. Это сегодня из дота номер 420 стреляют холостыми. А летом 41-го он был частью линии обороны Киева. Укрепрайон соорудили еще в начале 30-х годов, а после вторжения немцев его в спешке расконсервировали. Большинство подобных сооружений на подступах к столице взорваны или просто заброшены глубоко в лесах. Этот дот был таким же, но сейчас он уже не в лесу, а рядом с жилым районом. И местные активисты решили его отреставрировать. Просто был забор и все это было заброшено. Копать нужно было много траншеи, внутри красить нужно было, очищать это все. Истина свободы – это культура. Если мы не будем забывать исторические свои памятники, не будем ставить на них заборы. Сегодня в отремонтированный дот первыми заходят ветераны. Несмотря на свои 93, Иван Капитонович сразу высматривает огневую точку. Что забрали пулиноты, что все с ветра. Максим – это такая противная штука, что его тягаешь по полю. А вот Ивану Иларионовичу из пулемета стрелять не приходилось. Да и доты в боях, которые он прошел, были редкостью. Только укопайся землей и прикрывайся. Вот так. Есть что вспоминать? Холода и холода и все. Этот памятник времен Второй мировой восстанавливать местным активистам помогали и ветераны войны уже нынешней, на Донбассе. Тут встретились люди, которые воювали за свободу державы нашей 70 лет назад. И люди, которые в теперешний час, то есть мы внуки, которые воюем сейчас за независимость нашей страны. Мы считаем, что это памятники нашим ребятам, которые сейчас там воюют. Инициаторы реставрации дота планируют организовать в нем мини-музей, а также проводить здесь экскурсии по боевым маршрутам. Ярослав Кречко, Игорь Сулий. Подробности телеканал Интер. Панихида по погибшим во Второй мировой войне прошла сегодня в Киевском парке славы. За упокойную службу отслужил глава Украинской православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрии. Десятки киевлян возложили цветы к вечному огню. В приветственном слове митрополит поздравил всех с Пасхой, днем победы над нацизмом. Это светлый день для всех, кто хочет жить в мире и согласия, отметил священнослужитель. В День памяти и примирения президент Украины собрал вместе воинов АТО, ветеранов Советской Армии и УПА на встрече. Он поблагодарил их за победу в борьбе над нацизмом, а сегодняшним защитникам Родины пожелал вернуться с войны живыми и, главное, в мирную страну. Мы не воювали с францовиками червонной армии. Не было такого наказа. Не старались найти спільную мову, потому что враг был один. И теперь мы должны еще раз подать себе руки, как сыны Украины, и вместе строить украинскую свободную самостоятельную страну. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить целостность нашей страны, Украины, сохранить светлое будущее для наших детей. Мы, украинцы, как никто другой, понимаем сегодня цену мира. Сучасные украинские воины берут пример из вас, шановные ветераны. Тих, кто своего часа звольнив Украину от фашистских загарбников, вы имеете все основы гордиться своими внуками. 8 мая во всем мире по решению Генассамблеи ООН это день памяти и примирения. Сегодня вспоминают жертв Второй мировой войны. С 2015 года Украина также отмечает эту дату. Мероприятия, приуроченные к этому дню, сегодня прошли практически во всех областных центрах нашей страны. В Харькове горожане собрались возле мемориала славы. Многие прикололи на грудь красные маки, как символ памяти жертв вооруженных конфликтов. Возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших во время Второй мировой войны. Во Львове люди пришли к памятному кресту бывшего концлагеря Шталак-328. По различным данным здесь погибли около 140 тысяч военнопленных. Участники акции принесли с собой цветы и поминальные лампадки. Священники нескольких конфессий отслужили панихиду. В Ивано-Франковске активисты вручали прохожим значки в форме красных маков, а ветеранов приветствовали символическими гвоздиками с сини-желтыми лентами. Активисты также организовали полевую кухню, которую разместили рядом с мемориальным комплексом. Мы понимаем, что у влады, наверное, нет денег для того, чтобы обеспечить ветеранов. Поэтому мы, как общественность, решили помогать нашим любимым ветеранам. Все сделали так, как могли. Приветствовали, раздали квиты. Думаю, что им приятно. Это вечная память народа в борьбе с фашизмом. Я еще приду завтра. Но сегодня день памяти. Живем по-европейски. Завтра же, чтобы помянуть своих боевых товарищей. Мир сегодня отмечает завершение Второй мировой войны. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о капитуляции нацистской Германии. В этот день в Европе проходят памятные мероприятия. В частности, в Париже Франсуа Алланд возложил цветы к могиле неизвестного солдата возле Триумфальной арки. Брюссельский синдром. Спустя полтора месяца после теракта в Бельгии туристы боятся посещать эту страну. Бизнесмены терпят убытки. А власти ломают голову над тем, как вернуть столицу Европы к привычной расслабленной жизни. Когда же наступит это желанное спокойствие и возможно ли оно? Разбиралась София Гордиенко. Она в Брюсселе. Горожане привыкли к военным патрулям. Военные патрули к горожанам. С грозными парнями в камуфляже можно завести беседу, спросить дорогу. Иногда они даже чинят велосипеды мальчишкам. Впрочем, туристы, несмотря на идиллию, объезжают Брюссель стороной. Рестораны с мишленовскими звездами полупустые. Людей приходится увольнять. Городские власти выделили 66 миллионов евро на временное поддержание штанов. Мы надеемся, эти трудности временные. Но эти деньги помогут организациям, которые терпят убытки. Чтобы они не увольняли сотрудников и могли пережить нелегкие времена. Но самый большой удар это закрытие аэропорта. Главный терминал со стеной памяти погибшим начал работать только на этой неделе, спустя 40 дней после теракта. Для властей это облегчение. Это сигнал для всех, что мы возвращаемся. Закрытие было ужасным для экономики Бельгии. Ведь национальный аэропорт – экономический мотор страны. Здесь работает 60 тысяч сотрудников. 4 миллиарда евро. Приблизительно столько страна заплатила за теракты. Сюда входит стоимость восстановленных метро и аэропорта плюс убытки. 70 миллионов евро потеряла только компания «Брюссельские авиалинии». Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Бельгийцы решили, нет туристов, сами будут больше путешествовать по стране. Нет посетителей в кафе. Организовали компанию «Едим вне дома», чтобы поддержать рестораторов. Хороший пример показывает и Франция. Спустя три месяца после ноябрьских терактов экономические показатели не только вернулись к прежнему уровню, но и поднялись. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности – телеканал «Интер» Брюссель. Миграционный кризис идет на спад. Такое амбициозное заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Так ли это и что может возобновить проблему беженцев с новой силой, выясняла Татьяна Лагунова. О переломном моменте в миграционном кризисе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в интервью немецким СМИ. Как доказательство привел сухие цифры. За последние три недели количество беженцев, которые прибыли в Европу, снизилось на 80%. Правда, еврочиновник сразу уточнил, расслабляться пока рано. И чтобы полностью справиться с наплывом мигрантов, Евросоюз должен проявить солидарность. Когда речь идет о том, чтобы брать, все полностью европейцы. Но когда дело доходит до того, чтобы давать, то европейцы только частично. Уменьшить количество беженцев удалось благодаря сделке с Турцией. В марте Анкара пообещала Брюсселю принимать назад всех мигрантов, которые нелегально прибывают из Турции в ЕС. При условии, если среди них окажутся беженцы из Сирии, то за каждого такого депортированного мигранта Евросоюз будет легально забирать из Турции одного сирийского беженца. Кроме того, Брюссель пообещала Анкаре финансовую помощь и безвизовый режим. И вот теперь соглашение под вопросом. Евросоюз свою часть соглашения с Турцией выполняет. На этой неделе Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту и Совету Европы отменить визы для граждан Турции. Взамен же потребовала от Анкары выполнить все необходимые критерии. Например, реформировать законодательство по борьбе с терроризмом. Анкара пошла во банк. Президент Эрдоган заявил, никто ничего менять не собирается. И намекнул, миграционный пакт с Европой под большим вопросом. Если беженцы из Турции снова хлынут в Европу, обострения миграционного кризиса не избежать. Греция уже на пределе своих возможностей. Балканский маршрут перекрыт. Молодые члены ЕС по-прежнему против квотного принципа распределения беженцев. Такие решения нельзя просто навязывать. Такие решения нужно обсуждать. Убедить европейцев действовать сообща попытался Папа Римский. И понтифик, которому накануне вручили премию Карла Великого, свою речь посвятил миграционному кризису. Глава Римско-католической церкви сказал, что мечта это Европе, которая заботится о людях, ищущих помощи и признания. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В день матери более тысячи женщинам президент присвоил звание мать-героини. Это многодетные мамы, которые воспитали как минимум пять детей. Также Петр Порошенко открыл сегодня фотовыставку «Мамы героев» возле Национального музея истории Украины. Это 16 фотографий матерей воинов АТО, которые получили звание Героя Украины. Вы вытираете слезы и отпускаете своих детей на войну. Мы схиляем головы перед мужностью матерей, которые выховали героичных сынов и донек Украины. И особенно шану и вдячность каждый из нас, обязанных дать тем мамам, чьи головы покрыли черные хостки, кто за последние годы не дочекался до дома своих детей. Есть на этой выставке и фото матери Надежды Савченко-Марии. Ей по-прежнему не дают общаться с дочерью даже по телефону. Все новости она узнает от адвокатов. По ее словам, Надежда уже заплатила штраф 30 тысяч рублей, как того требовал суд. Ремонтные потуги. Единственный драмтеатр в Черкасах уже 9 месяцев, как обещают, реконструировать. Прослым летом его помещение практически уничтожил пожар. Финансировать ремонт тогда обязались Кабмин и областная администрация. Давайте узнаем, что все-таки сделали за это время. Эту высотку за Черкасским драмтеатром начали строить за несколько месяцев до пожара. Ее уже выгнали, заканчивают отделочные работы. А вот в сгоревшем театре все без изменений. Разве что уцелевшая в огне краска на стенах начала лущиться и отпадать слоями. Но уже от влаги. Сырость, сырость волога, она полностью бетон просеченный. Саша Актер и глава благотворительного фонда театра проводят для нас экскурсию. Огонь не пощадил ничего. Еще до начала холодов чиновники обещали сделать перекрытие. Но завалы строители пришли разбирать только в конце февраля. А вскоре закончились и деньги, выделенные областью. Сверху вычищали это загорочное и все. Нам нет разницы, место даст гроши, область, кто. А они в огне один на одного просто достали. Театр в подчинении области. Городские власти после пожара от него открестились. Область в своем бюджете нужной суммы 142 миллионов гривен не нашла. Лена, пошли. И раз, девочки. Дальше. Вопреки всему, труп поставит новые спектакли. Репетируют мюзикл в июне премьера в областной филармонии. Весь репертуар актеры сохранили и адаптировали к чужим сценам. Тяжело переезды, тяжело, что спектакли все в разных местах. Я как оркестр мы тащим музыкальные инструменты, аппаратуру. И это каждый день. Сегодня в обл администрации ответственных за вопрос театра не оказалось. По телефону замглавы сообщил, финансирование реконструкции держат на контроле. Правда договариваться о выделении денег нужно заново. Предыдущий Кабмин утвердил смету. Теперь нужно согласовать с новым. По путям традиционного ложного, будут такие, как мы имели в прошлом году. Ходение по разных министерствах. Вы же помните, три месяца мы по-другому. Выделят или не выделят средства из госбюджета, чиновники даже не загадывают. Но уверяют, буквально через месяц область сможет дать на перекрытие 9 миллионов гривен. Еще 5 пообещал город. А пока на театр ищут деньги, актеры говорят еще об одной нерадужной перспективе. Остаться вообще без зарплат. Ведь сейчас все заработанные театром деньги идут на аренду чужих сцен и переезды. Ирина Исаченко, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасса. Подходи, торопись. Сегодня в центре Иерусалима бесплатно раздавали огурцы и баклажаны. Всем желающим давали ровно столько овощей, сколько они смогут унести. Такую своеобразную акцию отчаяния провели израильские фермеры. Они недовольны решением правительства отменить ввозные пошлины на сельхозпродукцию. По мнению аграриев, это разрушит отрасль, созданную с таким трудом. Уже на рынок пошла продукция с палестинских территорий, из газа и с других стран. И мы сразу начали терпеть колоссальные убытки. Вот мы и затеяли этот флешмоб, чтобы показать нам сейчас, дешевле все это раздать даром народу или просто выбросить, чем попытаться продавать. Один из главных секретов Израиля, его ядерное оружие снова в центре внимания всего мира. А все из-за сообщения о ядерном реакторе, который втайне построили в пустыне Негев. В каком он состоянии и о чем говорит мир, расскажет Сергей Ауслендер. Он в Иерусалиме. Статья одного из израильских журналистов произвела на общественной сильное впечатление. По его данным, в корпусе ядерного реактора в исследовательском центре Димоны появились трещины, что может привести к утечке радиации. Понятно, что такая утечка на крохотной территории будет иметь чудовищные последствия. И снова в стране и в мире заговорили об израильской ядерной программе. По сей день ведь точно неизвестно, для чего в Димоне построен реактор. Израильская ядерная программа – главная тайна государства. Нет достоверных данных, сколько зарядов есть на вооружении у израильской армии, где они хранятся, их дальность и мощность. Вся эта завеса порождает лишь слухи. Один страшнее другого, чем еврейское государство умело пользуется уже много лет. В мире это называют политикой неопределенности. Израиль никогда официально не подтверждал, но и не опровергал наличие у него ядерного оружия. Комиссии МАГАТЭ на свои объекты он не допускает. Лучше всего эту политику сформулировал бывший президент Шимон Перес. Он сказал, что Израиль никогда не будет первой на Ближнем Востоке страной, которая применит ядерное оружие, но и второй он быть не может. История получения ядерных технологий – настоящий детектив. Шпионы, кражи, подкупы, сложнейшая операция прикрытия, чтобы мир не догадался, для чего еврейское государство так интересуется атомным вопросом. Было решено строить не один ядерный реактор, а два. Маленький ядерный реактор построен недалеко от Аждода и явно в Нахаль-40. Это был официальный маленький ядерный реактор для исследований, купленный у Франции. И большой настоящий ядерный реактор, который мог обогатить ураны для создания ядерной бомбы, строился в Димоне. Теперь проблема. Если реактор, который работает уже больше 50 лет, выйдет из строя, чем его заменить? Специалисты говорят, нечем. Никто Израилю новый реактор не продаст. Для этого придется раскрыть данные о наличии, а самое главное – о количестве ядерного оружия. Но и того, что уже якобы есть, должно хватить надолго, говорят эксперты. Во всяком случае, авторитетные британские источники утверждают, что на вооружении армии состоят несколько десятков боеголовок. В боевое состояние их приводили лишь однажды, во время войны судного дня. Сергей Услендер, Алена Боярская, подробности, телеканал Интер, Израиль. Кому достался джекпот в полмиллиарда долларов? Что нового ученые нашли в гробнице Тутанхамона? И каковы последствия 12 смерчей в США? Об этом и не только в нашем обзоре. Перевернутые трейлеры и машины, с корнями вырваны деревья. Таковы последствия 12 смерчей в штате Колорадо. Это жуткое видео очевидцы сняли с расстояния нескольких метров. Порывы ветра срывали крыши с домов и тянули за собой горы мусора. К счастью, человеческих жертв стихия не принесла. Пять человек легко травмированы. Троих испанских журналистов освободили из плена ИГИЛ. Их сразу же доставили домой. В руки террористов испанцы попали в начале прошлого года, во время работы в Северном Алеппо. Долгое время журналистов считали пропавшими без вести, но позже нашли в плену группировки Джабхат Ан-Нусра. Киберполк против ИГИЛ. В Индонезии, вооружившись смартфонами, планшетами и ноутбуками, активисты мусульманской организации Нагдатул Улама объясняют пользователям интернета основные принципы ислама. Таким образом проводят контрпропаганду. Ведь больше всего новичков террористы вербуют именно через интернет. ACDC впервые выступили с новым вокалистом. Концерт с Акселем Роузом, бывшим фрутменом группы Гансенс Роузес, сыграли в Лиссабоне. Музыкант сменил 68-летнего Брайана Джонсона, который прервал международное турне из-за угрозы полностью потерять слух. Португальцы первые оценили группу в новом составе и остались довольны. Новые загадки обнаружили ученые в пирамиде Тутанхамона. С помощью инфракрасных лучей обнаружили две пустоты у северной стены гробницы. Что в них неизвестно. Ученые-скептики считают, что пирамиду просто не успели достроить. А оптимисты надеются найти там гробницу царицы Нефертити. Проверять свои теории исследователи будут с помощью зонда. Спасение утопающих – дело рук четверых прохожих. В Китае женщина не справилась с управлением автомобиля, снесла каменную ограду и провалилась в реку. Из тонущей машины горе-водителя своими силами извлекли прохожие. Оказалось, женщина перепутала педали газа и тормоза. Почти полмиллиарда долларов выиграл неизвестный счастливчик в американской лотерее «Пауэрбол». Это самая крупная сумма с начала нынешнего года. Золотой билет продали в Нью-Джерси. Совпадение всех шести цифр в «Пауэрбол» – большая редкость. У среднестатистического американца в 25 раз больше шансов стать президентом США, чем сорвать джекпот в этой лотерее. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэй, хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова